Если вы смотрите это видео, значит есть вероятность, что у вас проблемы с оперативной памятью. Ваш ПК тормозит и использует в большом количестве вашу оперативную память. И это происходит даже без открытия какой-либо программы, что приводит к высокой потере производительности вашего компьютера. И FPS в играх просто понижается. В этом видео я постараюсь исправить вашу проблему и помочь вам с помощью нескольких настроек. Если вы хотите максимально оптимизировать свою оперативную память, то досмотрите данный ролик до самого конца, чтобы не пропустить самое важное. Ну а мы поехали! Давайте для начала разберемся, что такое оперативная память, для чего она нужна и как же она влияет на процесс самой игры. Оперативная память, сокращенно ОЗУ или же RAM, обеспечивает процессору и видеокарте моментальный доступ к запрашиваемой информации, чтобы не пришлось считывать ее с медленного жесткого диска или недостаточно скоростного SSD накопителя. Данные на жестком диске хранятся постоянно, даже если ПК выключен, а в оперативной памяти они постоянно перезаписываются и обновляются. Память энергозависима и не может хранить данные при отсутствии электропитания, поэтому после выключения ПК она автоматически очищается. Если нужные программы требуют хранения тяжелых файлов, то места в оперативной памяти должно быть больше. Например, для игр в оперативной памяти хранятся текстуры виртуальных объектов. Чем больше разрешения, тем больше места они занимают. Как оперативная память помогает при запуске игр. Некоторые игры при повышении настроек графики сообщают пользователю, что видеопамяти недостаточно. В такой ситуации часть данных, которые нужны для игры, будут выгружены в оперативную память. Например, если у вас видеокарта с 3 ГБ видеопамяти, может понадобиться еще свыше 10 ГБ оперативной памяти для требовательных игр. Также у кого 4К разрешение монитора, то текстур высокой четкости вполне хватит и 6 ГБ видеопамяти, а также 16 ГБ оперативной памяти. Но играм недалекого будущего этой емкости может не хватить. А если у вас установлено всего 8 ГБ оперативной памяти, придется пожертвовать качеством текстур, сглаживанием объектов тенями и прочими графическими настройками. У каждой оперативной памяти есть своя тактовая частота. Высокие частоты оперативной памяти и ее хороший разогнанный потенциал не во всех играх могут добавить производительности к компьютеру. Одни игры получают заметный прирост фпс при разгоне оперативной памяти, а другие только пару лишних кадров. А теперь давайте перейдем к самой оптимизации. Для начала нам нужно выполнить пару банальных действий в нашей системе. Открываем диспетчер задач, переходим во вкладку автозагрузка и отключаем все ненужные программы, чтобы ваш компьютер не тормозил при запуске самой системы и не нагружал вашу оперативную память. Далее нам нужно закрыть все запущенные программы, так как они тоже влияют на нашу оперативную память. Теперь нам нужно настроить файл подкачки. Файл подкачки это системный файл на жестком диске вашего компьютера, который служит как бы дополнением к оперативной памяти. Также эту дополнительную память называют виртуальной памятью компьютера. А виртуальная память это метод управления памятью компьютера для выполнения программ, требующих больший объем оперативной памяти. То есть если у вас недостаточно оперативной памяти, а допустим программа или игра требует больше оперативной памяти, то любые программы или игры, они забирают вашу память из файла подкачки. Другими словами файл подкачки разгружает оперативную память в периоды ее сильной загрузки. Оперативная память в разы быстрее, чем память файла подкачки. Если одновременно запустить несколько приложений в системе, которые потребляют много оперативной памяти, то данные, которые в них не используются, они будут выгружены из оперативной памяти в менее быструю виртуальную память. Также, например, если вы свернули какое-либо приложение, либо игру, то данные из виртуальной памяти вновь перейдут в оперативную память. Теперь переходим к настройке файла подкачки. То есть если кратко, то файл подкачки нам очень сильно нужна. Ну а теперь давайте перейдем к настройке файла подкачки. Открываем меню пуск, вводим настройка представления и производительности системы и заходим туда. Переходим на вкладку дополнительно и в разделе виртуальная память нажимаем изменить. Убираем галочку возле пункта автоматически выбирать объем файла подкачки. Выделяем системный диск из списка, в моем случае это диск C. А затем нажимаем указать размер. И тут мы должны указать оптимальный размер. Чтобы указать нужный размер файла подкачки, сначала нужно узнать сколько у нас установлено оперативной памяти. Для этого нам нужно зайти в сведения о системе. И тут мы видим сколько у нас оперативной памяти. У меня к примеру 32 гигабайта. Теперь открываем калькулятор и нам нужно высчитать сколько нам потребуется файл подкачки. Вводим количество нашей оперативной памяти и умножаем на 1024. И это число мы указываем в исходный размер и максимальный размер файл подкачки. После того как мы указали размер, нажимаем задать, а затем окей и перезагружаем компьютер. Теперь нам нужно скачать пак для оптимизации оперативной памяти. Переходим в описание этого ролика и скачиваем нужный пак. Далее открываем пак. И тут у нас находятся три утилиты, которые помогут нам оптимизировать нашу оперативную память. Для начала запустим memory duct. Это простая и эффективная программа для очистки памяти. Запускаем утилиту и просто нажимаем очистить память. После чего спадет нагрузка на оперативную память. Тут также можно настроить, чтобы утилита очищала автоматически, когда ваша оперативная память нагружена. Для этого нужно зайти в настройки, далее зайти в раздел очистка памяти. И в управление памятью ставим галочку очистка при заполнении. Далее запускаем утилиту intelligence standby list cleaner. Надеюсь правильно прочитал, если не правильно, то I'm sorry. Тут сразу ставим две галочки, чтобы программа запускалась при старте компьютера и был мониторинг. Тут мы ставим значение на 500, потом нажимаем вот сюда и нажимаем на кнопку старт. После чего наша программа будет работать. Далее запускаем утилиту time resolution. Это утилита, которая позволяет пользователю подстраивать разрешение монитора, чтобы обеспечить более стабильные кадры в секунду. Или же FPS. Запускаем эту утилиту и просто нажимаем на максимум. Все, что от вас требуется. Но если вам нужно вернуть в исходное состояние вашего ПК, то просто нажимаем на дефолт. Ну вот и все, теперь вы можете спокойно запускать свою любимую игру и наслаждаться процессом. Я надеюсь, что вам помогли эти способы и у вас прибавился FPS хотя бы на 10% ну или хотя бы на плюс 1 FPS. Это тоже как бы результат и как бы да. Ну а если ты хочешь полностью оптимизировать свой компьютер и поднять еще больше FPS, то на моем канале есть ролик, где я рассказывал про 10 шагов. Запомни про 10 шагов, которые поднимут FPS в любой игре и сделают твой ПК быстрее. Эти шаги очень простые, так что переходи и смотри. Ну а с вами был Симон. Подписывайтесь на мой канал. Как говорится, здесь говорят правду. Всем удачи и всем пока.